Жаловаться можно. Продолжает работать народная приемная Саратов-24. О самых вопиющих проблемах жителей области мы рассказываем в эфире. О полной перечне обращений будет опубликован в ближайшем выпуске газеты «Провинциальный телеграф». Он появится в продаже уже во вторник. Ко мне присоединяется дежурный народной приемной. На этой неделе это Роман Базан. Ром, здравствуй. На что жаловались наши телезрители? Да, Паша, сегодня в основном коммуналка. Владимир Кузин жалуется на речки во дворах в районе улиц Новозенской и Первой детской. Говорит, обложили счетчиками, старается экономить каждую каплю, а по улице вода течет бесконтрольно. Саратовец Максим рассказал, где можно купить спиртное даже в День трезвости. Поселок Иволгина, второй офсенной проезд, дом 7. Телезритель говорит, что в пивном магазине торгуют в любые праздники. Эта информация, кстати, для полицейских. Ирина Владимировна из заводского района рассказала, что возле 33-го дома по проспекту энтузиастов находится свалка. Цитируя, ползают крысы, при жаре стоит жуткая вонь, спрашивает, чем они так провинились. На что еще жалуются наши телезрители? Ильдар из Ленинского района рассказал, что в 23-м доме на второй прокатной живет старушка. Кочует из одного подъезда в другой. Уверен, что ей негде жить, а ведь скоро придут холода. Говорит, не знает, куда обращаться. Жители 77-го дома на улице Лебедева Кумача уверены, что их здание скоро обрушится. Во дворах течет вода и так постоянно. Грозятся перекрыть улицу Тархова. Ну, видимо, у многих уже это накипело. Спасибо дежурной народной приемной «Саратов-24» Роман Базан рассказал о жалобах, которые поступили на этой неделе. Полный отчет о них читайте в новом выпуске газеты «Провинциальный телеграф». Он появится в продаже в ближайший вторник. Мы ждем от вас новые обращения. И если есть возможность проиллюстрировать их снимками или видеороликами, будем только рады. Редактор субтитров А.Семкин